Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом 10 альбом греческой команды Septic Flash. Альбом называется Кодекс Омега и он вышел 1 сентября 2017 года на лейбле Season of Mist. Было несколько изданий. Одна дисковый дигипак, двухдисковый дигипак с дополнительными тремя бонус-треками и два виниловых бокса. Я себе в коллекцию взял двухдисковый дигипак. Количество треков с бонусами составляет 13 штук. Без бонусов 10 штук. Кодекс Омега. Обложка называется Кодекс Морф. И мы видим, как ребенок рождается в голове у кого-то. При этом голову еще оплетает плюсом дополнительно 3 змеи. 10 треков. Первый диск и 3 трека. Второй диск. Второй диск это оркестровые версии. СОМ 425Д. Буклет. И наклейка. Мы видим, согласно данной наклейке, что микшированием и мастерингом занимался Йенс Борген на студии Fascination Street. Товарищ в последнее время работает с очень большим количеством команд. Как вы видите, Сепультура, Амономар, Тротенкрайст. Также я вам скажу и те же самые Археномин, куда входят. Но и традиционно встречается оркестровка Прамского филармонического оркестра. Очень много змей. Сатана, стоящий на книге. Человеческий мозг и обнявшиеся две змеи. Три змеи, три кобры. Ну и здесь, соответственно, также эти пресловутые три змеи. Также мы видим на буклете змея, выношивающая младенца. Концептуально Дизайн выполнен очень-очень оригинально. Естественно, если у сета образование художника и есть талант, почему бы его и не использовать. Десять треков. Кодекс Омега. Десять букв. И интересная дизайнерская находка. Под каждым треком использовать одну букву. Данте-Инферно. Данте-Инферно. Начинается буква Си. Ко-де-кс. Ом-мега. Кодекс Омега. За лирику на данном альбоме отвечает Сотрис. Сотрис в данном случае превзошел сам себя. Он использовал как различные мифы, исторические факты, так и современные жизненные реалии. Дантес-Инферно. Понятно. Классическое произведение, божественная комедия Данте-Алигьери. Мораль весьма простая. В могилу, в ад золото не унесешь. Если ты сделал преступление во имя золота, это тебе боком и выйдет. Фёрд-Тестамент. Кодекс Омега. Третий Завет или Кодекс Омега. Я думаю, что вы все знаете, что есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Ну а также в философском течении есть такое понимание, как Третий Завет. Идея Третьего Завета заключается в следующем, что человек вообще пишет все книги, и в том числе и все заветы. И поэтому то, что там написано, это всего лишь домыслы человека. Согласно Третьего Завета, также можно сказать, что человек изобрел Бога, человек изобрел дьявола, ну а пантеон богов в данном случае берем и переворачиваем с ног на голову. Соответственно, Сатана у нас тут является неким отцом, а Антихрист будет сыном. Ну вот тогда Лилит будет матерью, а Лицефер будет духом света. Портрет человека без головы. Здесь используется некая метафора, потому что в данном случае «headless» используется прилагательное, а не «beheaded», потому что «beheaded» был бы обезглавленный, а здесь просто безголовый. Цитируется Бодляр, где говорится, что что может быть более простое и более сложное, более очевидное или более глубокое, проникновенное, чем обычный портрет. СМИ, интернет, власти, религия, все влияет на человека. И на портрете показывают человека, который глубоко мыслями где-то в небесах. Он мечтатель, он кричит, он смеется, ну а головы у него в таком смысле абсолютно уже нет. Мортир, мученица. Что приятно, на данном альбоме, в данном издании мы видим под каждым треком имеется аннотация. Написано, что посвящается ипатии, великому математику, философу, астроному, который был убит в 1415 году нашей эры по приказу епископа Александрийского Керриева. Ну и соответственно, в качестве иллюстрации сет изображает ступни, накрытые простынью, и мы видим берочку веру. Верум, то бишь правда. Человек, пострадавший за правду. Ипатия Александрийская, великий математик, была убитая религиозными фанатами особо жестоко раздели, буквально изрезали заживо керамической посудой обломками, выковали глаза, ну а потом сожгли. Кто сказал, что религиозные фанатики это хорошо? Я точно нет. враг правды. Мы видим большую кобру, которая готовится кого-то проглотить. Ну и мы знаем точно, что согласно того же самого Сотриса, 21 век это новые пути рабства. Вам врут через все средства коммуникации. dark art используются серые тона, оттенки и вообще по данной философии мы видим, что жизнь начинается и умирает вместе со вдохом, а звук рождается в абсолютной темноте. Его никто не видит, но он, тем не менее, такой же реальный, как и ветер. По сути, человек отдает кусок своей души для того, чтобы создать что-то интересное и замечательное. Но именно поэтому искусство у нас и получается темным. Наша церковь ниже моря или под морем. Сотрис обращается к творчеству Говарда нашего Лавкрафта и понятно, когда великий спящий ктулху пробудется, мир настигнет полная катастрофа. Фейслис Квин была такая богиня Тиамат. Тиамат считается праматерью, то есть первый бог, который всех создал и от которой произошло все человечество. Позднее Тиамат начали сдвигать с пантеона богов из женщины и владычицы стихий она стала превращаться в обычного страшного дракона. Ну, поэтому мы видим, что безликая королева и по тексту песен говорится «Сними маску, покажи, кто ты есть». А лицо Тиамат оно подобно океанской поверхности. Вроде бы и спокойно, но с другой стороны мы видим на ней отображающееся небо. «Госпелс офф фир» «Евангелие страха». Мы можем сказать следующее, что вообще все религиозные догматы они построены на неком страхе, что нужно человечество запугать. ну и троица. Троицу можно рассматривать абсолютно разным образом. Это и Брахма, Вишну, Шива, создатель, охранитель и уничтожитель Отец, Сын и Святой Дух. Это то, что привычно в традиционном христианстве тело, разум и душа. Это то, что привычно обычному человеку. А также прошедшее настоящее будущее. Все это является некой троицей. В продолжении данной троицы у меня имеются три автографа. Керим, Кристос и Сет. Автограф Сотриса, наверное, останется для меня несбыточной надеждой, потому что Сотрис уже много-много лет нигде не гастролирует. И вообще, он предпочитает быть обычным банковским работником, быть гитаристом, студийным вокалистом, писать замечательные тексты. Отличный человек, выбор я его уважаю, но все-таки когда-то хотелось с ним все-таки встретиться. И тут наши традиционные три змеи. Вот вам и троица. Кстати, исходя из одной композиции Фейсли Сквин и видя Кодекс Морфа, я могу сделать вывод, что это как раз наша Тиамот и есть. Безликая безликая рождает человека рождает. Змеи присутствуют, с которой последствия Тиамот от Тиамот также есть. Вполне вероятно, что это она. Альбом Кодекс Омега оставил очень хорошее впечатление. По сути, он является своеобразной трилогией в музыкальном плане. Такие альбомы, как Грэйт Масс, Титан и Кодекс Омега. Везде у нас используется пражский филармонический оркестр. На альбоме положительно можно отметить о том, что партия ударных Керима просто великолепна. Приход барабанщика из Decapitated утяжелил звучание банды. С другой стороны, оркестровый симфо Дэд в современном виде виден, слышен, ощущается на ура. Текстовка Сотриса просто великолепна. Музыка изумительна. Вокал есть как арык сета, так и чистый вокал Сотриса. Композиции, которые хотел бы выделить, это Фед Тестамент, Портрет оф А Хэтлес Мэн, Мартир и Дак Арт. Самое красивое это Дарк Арт, самая убойная как концертный трек, потенциальный хит, это Мартир. Альбом однозначно является одной из самых сильных работ 2017 года. моя оценка 9,5 баллов. Если кто-то почему-то не знаком с творчеством Септик Флэш, как минимум с поздним творчеством, то рекомендую настоятельно начать ознакомливаться. Ну и конечно брать коллекцию. На этом рассмотрение крупным планом завершено. С вами был Голливудин Александр. Всем пока! Редактор субтитров Редактор субтитров